Поговорим сейчас о вашем имуществе, если вдруг оно пострадало по вине ваших соседей. Делали они ремонт или наоборот не делали, и имущество пострадало и у них, и у вас. Что же делать в этом случае? Руководитель юридического офиса, юрист Ольга Карпова у нас в гостях. Здравствуйте, Ольга. Доброе утро. Доброе. Так, что нужно делать, если вы понимаете, что ваше имущество пострадало именно по вине соседей? Ну, если вы живете в многоэтажном доме, то вызываем ТСЖ. Ну, либо управляющую компанию, которая непосредственно поднимется к вашим соседям и составит акт, если они откроют двери. Ага, если не откроют, не составят. А если не откроют, то только в вашем объекте будет составлен акт о том, что сверху идет там протечка, прокапывание и так далее. Можно ли какие-то органы привлечь, чтобы дверь все-таки открыли, посмотреть, что там уникли? Нет, без суда не сможете вы ничего. То есть, себе могу же я ТСЖ пригласить? К себе, да. Ну, вы же видите, что льется. Нет, к себе-то ради бога. Вы можете пригласить и ТСЖ, и сантехника можете пригласить. Давайте представим конкретную ситуацию. Соседи взяли и сделали перепланировку. В спальне, например, сделали кухню. И там у них потекли трубы и затопило мою спальню. То есть, ну, как бы... У них кухня, а у вас спальня. Да, я же понимаю, что у них там должна быть спальня. Я же не знаю, что у них там на самом деле, да. Как тогда быть в этом случае? Или, в принципе, не важно, что там наверху. Самое главное зафиксировать факт того, что был нанесен ущерб соседями водой той же самой. Ну, вообще у нас мокрые точки над спальными местами запрещены. И я сомневаюсь, что данная перепланировка вообще была с соседями узаконена. Но в любом случае, вам нужно вызвать свою управляющую компанию, которая составит акт и зафиксирует ущерб. Это будет первым шагом. Вторым шагом вы начинаете разговаривать с соседями. Если они у вас не идут на какие-то либо беседы, адекватности и так далее, тогда вы уже идете непосредственно к эксперту, к оценщику, который сделает оценку ущерба вашего имущества. Затем вы пишете соседям претензию на всякий пожарный. Законом не предусмотрено. Ну, и идете в суд доказывать, что вам нанесли ущерб. То есть вам нужно где-то взять имя, фамилию, отчество соседа, да? Конечно, обязательно. Управляющую компанию. Управляющую-то можно взять. Вы не возьмете персональные данные, то есть год рождения, номер телефона, но фамилию, имя, отчество собственника вы всегда возьмете. Другая ситуация без воды. Вот недавно была, там у моих знакомых, соседи делают ремонт и все начинает трястись в квартире. То есть там сносят стену, а у соседей все трясется. Ну, пошли какие-то трещины, да? Вот до того, что зубные щетки попадали в ванны. А здесь ничего вы не сделаете. Если у вас соседи шумят в неустановленный период времени, допустим, в то же воскресенье, тогда да, вы идете там к участковому, вызываете участкового, тот составляет акт. Но если это все происходит в течение рабочего времени, вы ничего не сделаете. Ваша задача будет только терпеть. Терпеть, испытывать мучения. А если мой кафель лопнул от того, что они делают ремонт за стенкой, мне тоже надо потерпеть, получается? Ну, вообще, по идее, здесь вы можете предоставить соседям на выбор, либо они вам этот кафель возмещают, либо они его ремонтируют, ну, либо вы пишете, опять же, заявление в суд, вызываете экспертов, из-за одной плитки кафеля приобретаете себе проблемы в жизни. Ольга, а выгоднее и спокойнее, если, допустим, мы квартиру все-таки застрахуем вот от этих всех случаев? Да, конечно. То есть тогда нам и соседи не нужны, в принципе. Пусть они живут своей жизнью дальше. Да, затопили вы их, не затопили вы их, может быть, что-то уронили им на балкон, и балкон там трезнул. Это уже никакого отношения к вам не имеет, это все страховая компания. Вообще, по своей сути, я всегда говорю, страхуйте свое имущество. Почему? Потому что это безопасно. Ладно, вы живете в МКД, да, это многоэтажный дом, где соседи видят соседа. А если вы живете в жилом доме, и вот по своей сути, бывает у нас и пожары, бывает, и водоснабжение у нас со старыми трубами лопается, и сосед соседа затапливает, сгорает имущество. Самое важное здесь вот понять, что нужна страховка, ну, на мой взгляд, как юриста. Ну, или дружба с соседями, что тоже неплохо, правда же? Ну, я всегда говорю, дружите с соседями, всегда же об этом говорю. Заранее установить контакт, да, и в случае чего, по крайней мере, вот мне кажется, что самый, ну, один из таких способов, который может все имущество уберечь, это знать номер телефона соседа, да? Ну, да. Если вы пришли в квартиру, там вдруг у него что-то прорвало, всякое бывает, да, это не значит, что он безалаберный, да, позвонить и сказать, слушай, дружок, у тебя там что-то бежит, у меня уже капает в офисе, да, и тогда вопрос может быть решен очень быстро. Приедут, включат, и потом уже... Да, да. Приедут те же специалисты, те же сантехники, перекроют воду и так далее. Но я могу сказать одно. Сосед соседу рознь. Вы очень дружны, 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 но как только вы начинаете делать ремонт, и по своей сути, честно говоря, соседи становятся врагами. Это самая печальная история. Поэтому, а, здесь нужно застраховать свое имущество. Если я не ошибаюсь, самая дорогая страховка, которая была на моем веку, по моему имуществу, это было 18 тысяч в год. Это, ну, не такие великие деньги. Вот. Это первая страховка. И второе, когда вы начинаете ремонт, ну, никто же вам не мешает повесить объявление, что, уважаемые соседи, я пошумлю, вот мой номер телефона, спят детки или еще что-то. Видишь, пошуметь он решил, есть же и такие, написал он нам тут. Да, да, да. Позвоните, я всегда отвечу, найдем компромисс. Это самое лучшее. Да вот ремонт как-то делал без своего участия. То есть там что-то происходило всегда. То есть если бы я свой телефон дал, там бы вообще, я бы даже не знал, как ответить. Потому что там что-то делается. Да, ну, в рабочее время установлены законы, да, порядок. Пожалуйста, там проводите. Ну, у нас же помимо того, что топим, у нас же есть еще и пожары. А вот здесь, здесь все упрощается. Всегда пожарная группа, пожарный специалист дает заключение, откуда начался пожар и кто вам причинил ущерб. Здесь намного проще. Да, но и ущерб намного больше. Всегда больше. Это и зальет полностью вообще дело такое. Ну, знаете, здесь и пожары, затопления и какие-то другие повреждения вашего имущества всегда больно на сердце и обидно. А то, что ты зарабатывал, а кто-то испортил. Да, попробуйте узнать у страховой компании, сколько на сегодня стоит застраховать вашу квартиру. Есть разные варианты, это может быть как страховка вашего имущества, так и просто страховка квартиры, да, вот от таких вот ЧП и всех разных непредвиденных ситуаций. Ольга Карпова была на сегодня в гостях, руководитель юридического офиса, практикующий юрист. Вам большое спасибо. В отпуск-то не собираетесь еще? Нет. Приходите к нам тогда еще. Приду обязательно. Будем ждать.